Гномы и люди. Взаимоотношения гномов с людьми можно охарактеризовать как сложные. С одной стороны, они частенько людям помогают. Сформить ту же историю с Белоснежкой, хотя чаще с гномами приходится сталкиваться не принцессам и знальницам, а шахтерам и рудокопам. И нередки случаи, когда между людьми и гномами возникали дружба и даже сотрудничество. Гномы могли научить людей своему необыкновенному кузнечному и ювелирному искусству, работе с металлом и камнем. Правда, таких счастливчиков, кому удавалось поучиться у гномов, было немного и раньше, а теперь, наверное, и вовсе не осталось. За учение гнома, как правило, или просили кормить их сколько-то лет, или брали обещание, что человек придет к ним на помощь, когда они позовут. И почти всегда требовали, чтобы ученик ни одной живой душе не выдавал, где и у кого он выучил сработать. За нарушение обещаний гномы короли очень сурово. Известно, что гномы с древних времен покровительствовали королям Тироля, учили их мудрости, появлялись в трудный момент и подсказывали, как разрешить ту или иную ситуацию. Правда, появлялись они только перед теми королями, кто был по-настоящему достоин своего венца. И сам для себя король Тироля могут таким образом проверить, соответствует ли он занимаемой должности. Если удастся королю повстречить гнома и получить в него совет, значит все в порядке. Если же ни один гном не навестит его за всю его жизнь, значит плохо он исполняет обязанности короля. Но с другой стороны, гномы считаются опасными существами и обманщиками, не хуже эльфов и бесов. Часто гномы пользуются алчностью людей и заманивают их в лабиринты подземных пещер, выкладывают до самого входа в пещеру сокровища. И хорошо, если человеку хватит разумения забрать и уйти, оставив злого гнома в дураках. А то ведь, если хоть шаг в пещеру ступит, то увидит, что чем дальше, тем больше золота, тем ценнее каменья, тем красивее всевозможные изделия, на которые гномы мастера. Так и будет уходить все дальше и дальше, посвященный искрящейся драгоценностями пещеры. А когда зайдет достаточно далеко, все исчезает, и драгоценности, и свет, и остается бедняга в крымешной тьме, не зная куда идти, где свернуть. Так и погибают от голода и холода в глубине горы. И вроде бы сам виноват, не будь жаденый. Еще гномы могут навредить рудокопам, если те нападают на участок в горах, уже облюбованный гномами, и принимаются разрабатывать. Гномы могут даже обвал устроить, чтобы прогнать конкурентов. Склоны гномы и к оборотничеству. Если гному нужно куда-нибудь быстро переместиться, он превращается в трехногого черного зайца с горящими глазами. Бегает такой зайц очень быстро, но может попасться в силки, расставленные на обыкновенных зайцев. С первыми лучами солнца гном оборотень превратится в камень. Но если человек, расставивший ловушки, придет за добычей до рассвета, черный зайц заговаривает с ним и предлагает любые сокращения за освобождение. Чаще всего гномы держат слово. Правда, стоит помнить о том, что нельзя углубляться в пещеру, надо брать только то, что лежит у самого входа. Не то и спасителя своего гнома обидит, покинет в темноте на верную смерть. Людям часто приходится слышать о гномах, но почти никогда о гномихах, или как там следует называть гномих жен. Гномы встречаются в литературе настолько часто, что одно только причесание всех книг, в которых героями были гномы, состояло бы отдельную книгу. Разумеется, все эти книги – сказки для детей или сказки для взрослых, называемые фэнтези. Впрочем, очень часто переводчики используют знакомое нам слово «гном», когда речь идет вовсе не о гномах, а о ком-нибудь из их родни.